В Твери, в восстановленном Спасо-Преображенском соборе, начнутся ежедневные богослужения. Этого события жители города ждали много десятилетий. Некогда уничтоженная святыня, старинный собор, был взорван большевиками в 30-е годы. На его месте был сквер и памятник одному из революционных деятелей. Тогда, как многие тверичане считают это место святым и даже сердцем земли Тверской. Собор откроет свои двери для прихожан в ближайшие дни. Это событие анонсировал глава региона Игорь Руденя в прямом эфире 29 декабря на телеканале «Россия-24». На кадрах кинокартины Всеволодопудовкина «Мать» 1926 года. Планы после революционной Твери. Старый Волжский мост и всего несколько секунд главная святыня земли Тверской. Старинный Спасо-Преображенский собор. Уже через 10 лет на этом месте будет сквер. И только спустя 90 лет святыня восстановлена. Теперь все ждут начала богослужений. С вопросом, когда же храм откроет дверь, обратилась губернатору жительницы Твери в эфире телеканала «Россия-24». Прошедший год был действительно знаковым. Наконец-то забилось сердце Твери. Восстановлен Спасо-Преображенский собор. Мы все в ожидании, что в следующем году в этом соборе начнутся ежедневные богослужения. Однако очень хотелось бы, чтобы собор был не только духовным центром Твери, но и образовательным центром, просветительским центром, музейным центром, чтобы жители Твери, ну а также гости Твери могли узнавать, как говорится, из первых рук историю, богатейшую историю Курского края. Глава региона заверил, что это важное историческое событие свершится уже в ближайшие дни. У нас регулярно ежедневные богослужения в нашем кафедральном, я надеюсь, соборе начнутся с 31-го, то есть буквально послезавтра, уже в этом году декабря, и потом ежедневно будут идти утром и вечером. Поэтому сердце забилось, история восстановлена. Я уверен, что это будет продолжение традиции. Восстановление собора началось в 2014 году. В этом году также выполнен большой объем работ. Недавно оборудован иконостас. Надо отметить, что помимо самого здания собора, были сделаны в едином ансамбле площадь, оборудован современный фонтан, открыт памятник святителю Симеону и князю Михаилу Тверскому. Все это стало важным событием для жителей города. Глава региона отметил в интервью нашим коллегам, что работа по благоустройству нашего исторического центра даст возможность нам укрепить свое место как Центр духовной культуры Центральной России. Я еще помню, когда приезжал в Тверь, он сказал такую очень интересную фразу. Когда восстановят Спасо-Преображенский собор Твери, сюда вернется дух. И это очень важно, потому что дух Твери – это дух созидания, дух труда, дух милосердия. На следующий год в планах внутренних устройств сообщил губернатор. Кроме этого, что касается просветительского центра, то для него при соборе будут выделены помещения для таких мероприятий.